Приветствую вас, друзья! Вы на канале Пульс Земли. Обзор событий и катаклизмов за 5 марта. Поехали! Сильный дождь обрушился на Танзанию, повредив дороги в нескольких регионах и разрушив важный мост в области Марогору, центральной части страны. Некоторые маршруты общественного транспорта были отменены. Мост был частью крупного шоссе, соединяющего области Марогора и Додома. Он обвалился из-за сильных ливней, которые значительно ослабили почву и размыли опоры. Инженеры приступили к экстренному ремонту моста, который находится в районе города Киолоса. Утром 5 марта у города Ингенаим сошел с рельсов скоростной поезд Страсбург-Париж. 21 человек получил ранения, из них один находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в 7 часов 30 минут утра. Поезд, вышедший с вокзала Страсбурга, еще не успел набрать своей предельной скорости в 300 км в час, встретился с оползнем, который внезапно сошел. С рельсов сошел электровоз и четыре первых вагона. Проливные дожди в Гуаччепасе, муниципалитет в провинции Сальто, Аргентина. Несколько семей пришлось эвакуировать, потому что мутная вода попала почти в каждый дом. Посчитано, что около 100 гектаров табака были разрушены стихией. Во второй половине дня, в среду, Гуаччепас подгверзся шокирующему граду и дождю. Очень много воды и града упало за очень короткое время, что привело к катастрофе и вызвало переполнение ручья Ла Форида. Наводнение в Бразилии От сильных шлейфов, провоцирующих разрушение в городе Ладарис, провинции Минаиджерайс, Бразилия, был подхвачен автомобиль сильными приливами вместе с водителем. И машину, и водителя удалось спасти, когда ее прибило к дереву. Житель разбил окно машины и вытащил человека из машины. Река Доссе снова наполнилась и достигла уже 2-4 метров глубины. Град с дождем в Миссисипи Град с ливнями обрушились на Миссисипи и город Брэндон. За считанные минуты город засыпало не особо крупным градом, но в приличном количестве. Ливень подтопил улицы. На японском острове Хоккайдо продолжает буйствовать стихия. Метель и сильный снегопад парализуют город Хорро. Вы можете видеть последствия сильного снегопада с метелью на острове Хоккайдо. Высота снежного покрова достигает 150 сантиметров. Штормовая погода, которая обрушилась на Средний Запад США, привела к гибели более тысячи птиц. Жертвами непогоды стали дрозды, грачи и скворцы. Множество птиц были найдены мертвыми возле города Сайкстона в штате Миссури. Метеорологи сообщили, что шторм разбился около места обитания птиц. Многие пернатые путешествуют вместе, собираясь большими местами. Поэтому погибло так много птиц. Коронавирус в мире и его последствия Коронавирусной инфекцией на сегодня заболело 97 975 человек. В Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Депропетровской области, а также еще 5 человек Черновецкой области. В Китае заболеваемость коронавирусом увеличилась за сутки на 143 случая, до 80. А погибло 3042 человек. В Южной Корее заболело 6284. В Италии по состоянию на сегодня 3858 инфицированных. В Ватикане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Амбулаторные службы государства приостановили работу, чтобы провести дезинфекцию. В других странах также намечается рост заболеваемости, включая Иран, который превышает уже более 600 человек. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал Пульс Земли, если вы еще на него не подписаны. Нажмите на колокольчик и поставьте лайк, если вам понравился данный материал. Всем спасибо и до завтра.